Мужчины бывают разные, а есть настоящие. Телепрограмма «Мужской разговор» о настоящих мужчинах для всех. Сегодня у меня «Мужской разговор» состоится с Геннадием Хазановым. Геннадий Хазанов – икона отечественной юмористической эстрады. Его остроумные диалоги в свое время расхватали на цитаты, и они навсегда останутся классикой. Он – актер, телеведущий, общественный деятель, руководитель Московского театра эстрады. Этот человек обладает неисчерпаемой энергией и каждый год открывает новые таланты. Сегодня «Мужской разговор» с Геннадием Хазановым. Каким был мальчишка Генка Хазанов? Я вырос в Замоскворечье, в очень старом районе Москвы, очень бедном. Родился я в год окончания Великой Отечественной войны. Так что все мое детство полностью укладывается в определение послевоенное детство. Я помню, как кусок черного хлеба, чуть-чуть смазанный даже не маслом, а маргарином, только для того, чтобы он удерживал сахарный песок на этот кусок хлеба, он в полном смысле слова считался пирожным. Вот ничего другого не было. Район, в котором я был рабочий, интеллигенции там практически никакой не было. Целыми днями на улице. Игра в войну. Самым большим переживанием было, когда меня там заставляли быть немцем, потому что обязательно убить должны были в результате. Это воспитание дворовое имело не только минусы, оно накачивало мышцы. Все, что вбирало в себя послевоенное детство, в меня вошло. И казаки-разбойники, и, как я уже говорил, игра в войну, и футбол сутками. Об этом отрезке времени хорошие воспоминания. Очень. Ноги, которые, что называется, сформировались, отсутствие каких-то оранжерейных условий, сделали свое позитивное дело. Повзрослев отношения с девочками, когда мальчик Гена понял, что ему там нравится девочка Катя? Ой, что-то рановато у меня это случилось, но все дело в том, что как-то все безответно было. Потому как мои ребята, друзья мои, наши пацаны, они как-то больше имели успех. Успех был маленький, очень такой, очень худой. А ребята были покрепче, повыше все. Я, конечно, очень переживал. Ужасно. С вашей точки зрения, вот что такое настоящий мужчина? Настоящий мужчина – это человек, который живет с чувством ответственности за землю, на которой он появился на свет, за семью, за друзей. И вообще настоящий мужчина – это тот, кто своих не сдает. Первый мужской поступок, который сделал и понял, что во, вот я мужик, вот я могу. Я проиграл деньги в расшибалку. Мне нужно было отдавать эти деньги. Конечно, потому как я начал играть и залез уже в такой долг, конечно, это не очень мужской поступок, потому что мужчина должен отвечать за свои действия. Четко совершенно сознавал, если я проиграл, я должен отдать. Я пошел на один очень некрасивый поступок, и вот прошла почти уже целая жизнь. И я себя никогда не прощу того, как я это сделал. Как вообще мысль в голову пришла стать артистом? Я что-то там своим товарищам рассказывал, или что-то я показывал, и они смеялись. Я помню, как в школе я очень хотел перед своими товарищами выступить. Я был влюблен в сказку Алексея Толстого «Золотой ключик». И, значит, я с одним парнем, значит, разучили. Он играл Карабаса-Барабаса, а я, значит, играл Буратино. Причем мне почему-то казалось, что у меня нос недостаточно длинный для Буратино. И я из бумаги вырезал нос и конторским клеем это еще наклеил. И я думаю, что, наверное, это было ужасно, то, что я делал. Но успех у моих товарищей, он как-то меня вдохновил. Я думаю, что до определенной степени вообще желание стать актером – это какая-то компенсация за то, что я был не такой крепкий, как все остальные, высокий. Мне надо было, может быть, чтобы девочкам нравиться, я думаю, может быть, это была причина. Да-да, я вообще думаю, что когда человек отвечает на вопросы, то или надо стараться максимально честно на них ответить, или вообще тогда убегать от бесед. Просто нет смысла тратить ни свое время, ни время тех, кто должен эту фальшивку смотреть. Мне гораздо интереснее разбираться в человеческой душе, как человек идет на тот или иной поступок, на действие, осмысление вообще жизни, что есть жизнь, зачем она человеку дана вообще. Это ведь тяжелое испытание жизни, значит, для чего-то это дано. Как-то глупо, чтобы человеку было дано вот одно рождение, вот только для того, чтобы закончить этот биологический цикл. Поэтому не надо на своей земле делать ничего плохого. Стараться ничего плохого не делать. А кто знает, а может, тебе придется вернуться сюда. Геннадий Ильич, а драться приходилось? Приходилось драться. Драться у меня был не очень хороший, прямо скажу. Я скорее лучше уходил от ударов, чем наносил их. Я вообще не очень любил драки. Я не люблю бокс. Причем понимаю прекрасно, что есть, видимо, феноменальные мастера. Вот был такой Валерий Попенченко. Потрясающий был боксер. Вот то, как он боксировал, это производило впечатление, что это искусство. Я люблю футбол очень. И когда вот смотришь какой-нибудь матч Лиги Чемпионов, потому как наш российский чемпионат, с моей точки зрения, сильно уступает советскому чемпионату, мне кажется, что такое засилье легионеров очень затрудняет путь нашим молодым талантливым ребятам. То есть название Рубин, город Казань, а там играют одни легионеры. И вот я смотрю за футбольной командой Германии на протяжении, страшно сказать, почти 60 лет. Я помню, как они в 1955 году приехали на стадион «Динамо» и сборная Советского Союза выиграла у действующего чемпиона мира. Что бы ни происходило, как бы не трудно было, скажем, сборной Германии в те или иные времена, они выходили на Европу или на мир? Я не понимаю. Игроков высокого класса особенно нет, а команда мощная. Значит, что, ребята, если вы звезды, может быть, не только за себя вы играете? Вот часовой механизм, а там все винтики медные. И вот механизм этот работает, слаженно, он точно работает, может работать тысячу лет. Но попадается какой-нибудь винтик, бриллиантовый, платиновый, и все ломает. Наверное, сейчас другие скорости и профессионалы могут сейчас меня слушать, и говорят, ну что он понимает в этом деле? Тогда они пешком ходили. Все, я не спорю. Я вообще ни на что не претендую. Я говорю свое субъективное, дилетантское ощущение. Все разговоры, что в России нет талантливых людей или что они, там, оскудела земля российская, неправда. Есть очень талантливые люди. Они иногда даже сами не знают про себя, что они это могут. Они говорят, да не, мы никогда этим не занимались. Ну попробуйте. Они начинают пробовать. Радость от того, что ты видишь талант, что это талант свой, что это все не привезено откуда-то. Я просто самый рьяный защитник взращивания талантов на родной земле. Надо денно и ночно думать о том, что на нашей родной земле эти таланты должны взращиваться. Они должны иметь желание, интерес жить и здесь работать. развивать мощь этой страны. Если все без исключения талантливые люди покинут Россию и останутся только средние люди, Россия будет гораздо тяжелее. Это не значит, что не надо ехать, учиться, а потом возвращаться. Мир уж совсем другой. Ну азарт сделать свою страну лучшей должен остаться у человека. Самое ужасное, когда опускаются руки. И все надо сделать, чтобы молодые люди жили с незапущенными руками и с потухшими глазами. Геннадий, многие ругают нынешнюю молодежь, там серьга в ухе, там в ноздре. Да ладно это все. Это все ерунда. Слушайте, я помню нам говорили, у вас узкие брюки, ну и что от этого? А вы джинсы какие-то наносите, да еще теперь здесь модно, что здесь разорвано. Это все не имеет никакого значения. Никакого. Главное, что здесь всегда нужно помнить, вы мужики этой земли. Это накладывает большой ответ, но это великое счастье.